Всем здорова, народ, на канале Бублик Шенл, и сегодня у нас с вами будни ДПС в МТА провинции, и это будет серия, вот такая, знаете, самая стандартная, самая обычная, без всяких вот этих вот приколов, типа мы там без карты, без всего прочего, просто погоняемся, вот, по классике, знаете, пусть то, что мы катаемся без карты, это будет отдельная рубрика, и вот такие вот классические погоньки будут отдельные, потому что иногда хочется разгрузиться и ни о чем не запариваться, просто делать погоню, едет здесь у нас поезд, Такая, знаете, прям поезд проезжает, у нас же даже желание загадывать на провинции, ну а я вас поздравляю с праздником 9 мая, я записываю это сегодня, 9 числа, но я не уверен, что видос выйдет сегодня, поэтому, возможно, он вышел для вас в другой день, но не важно, не важно, с праздником, я все равно вас поздравляю, мне повезло сегодня, со мной сегодня Джефф Браун, мы с ним выезжаем в Приволжск, потому что ему можно ездить в Приволжск, а там находить контент, это просто, это за счастье, это вообще, это ликотня, там постоянно есть кто-то, за кем можно погоняться, Вот, также, ребята, по поводу жалобы, которую мы с вами писали в прошлом ролике, позапрошлом, в прошлом мы ее еще рассматривали чуть-чуть, там уже ЗГА ее рассматривает, то есть вот по такой ступени, следак, потом зам ГСЗФ, а потом ГСЗФ ее рассматривал, сейчас уже ЗГА рассматривает, просто потому что мне не устраивали ответы следаков Вот, уже есть частичные продвижения, в телеге, опять же, все подробности постоянно выходят, переходите в телегу по ссылке в описании, все узнаете, прям в точности Ну а из хорошего, уже частично признанные, точнее, никак даже не признанные, они уже получили даже свои наказания, получили выговоры, те три чувака, которые направили на меня ствол без АИСи причины Однако, я сейчас добиваюсь того, чтобы их еще и забанили за ННРП, потому что, ну, напасть на полицейского без АИСи причины, это по сути ННРП Вот, так что ждем, сейчас, что, ЗГА, правда, не хочет этого делать, говорит, что нет, не считается, это так, но я так не считаю, поэтому, короче, если хотите узнать, чем все-таки жалобы закончатся, телега есть Ну а я иду искать нарушителей, а вы усаживайтесь поудобнее, всем приятного аппетита, кто кушает, приятного просмотра, ну а мы начинаем, погнали Мне, короче, под прошлым видосом еще писали, что, мол, типа, а зачем ты вот так вот переносишь, когда можно забиндить на 1, 2, 3, 4, 5 Дело в том, что у меня на 1, 2, 3, 4, 5 уже все забинджено, то есть я сейчас, если нажму двойку, у меня предопостановки будут на однерку, другой предопостановки на тройку Удостоверение я показываю на четверку, проверяю на базу штрафов, на пятерку еще что-то, короче, то, что если это будут нажимать, будут отыгровки в чат прилетать А, ну, пада у меня на клавиатуре нет, то есть у меня очень такое ограниченное пространство для всего этого Блин, там Макларен проехал в фултонере Эх, сейчас бы за Макларенником погоняться, погоняться, ну ладно Ну, короче, вот, поэтому я и вот так вот все это делаю, то есть еще можно взять в руки просто, ну, зэ Не думаю, что что-то серьезное сейчас будет с этими ребятами, но посмотрим Товарища пробиты колеса, нет номеров, и он на красный проехал Ну, во-первых, если он ехал с леса, то у него ближайших из стола там было целых два Во-вторых, у него номеров нет И в-третьих красный Номерных знаков нету, будьте добры к ПТФ, пожалуйста А водительский уже показал? Нет А почему? И также будьте добры водительского удостоверения, пожалуйста А скажите, у нас же есть пункт, на который запрещают на неисправном транспортном средстве передвигаться? А, 5 и 5 Ну вот Капа Так у него два колеса задних пробиты, так нельзя ездить Я так полагаю, у вас нет водительского удостоверения, да? Ну, я думаю, можно задержать этого гражданина Ага Япончик Я не думал, что он поедет уезжать от нас на вот этой какашке, но он все-таки решил, что он на что-то способен Угу 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 У него очень жестко пингует Слушайте, я, наверное, не буду включать мигалки, потому что, мол, у этого есть Нам смысла их нет включать? А, остановочку совершаю Ну, 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 ну Ну, 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 ну Ну, 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 да? Я в 2-му А, все, я устал и управу На что рассчитывал? Дернет? Дернет или не дернет? Чувак подошел, написал Adam Screen можно в обычный чат, потом сразу же написал в бетчат. Адам, по какой причине лишать-то? Не было же такой причины. Это 5,8 у КРП, это непочинение, там только 2 года. А встречка? А там встречка была? Ну, он от нас когда уходил, он уже возле подстречки повернул. А я не видел, что там подстречки. Подожди, а в смысле, а давно уход от полиции не считается за нарушение, за которое можно прав лишить? Там 5,8, это 2 года тюрьмы всего лишь. Там не лишают, страх не выписывают. Серьезно? Да, только 2 года тюрьмы. Прикольно. А подожди, он же от нас заходил от погони, это же лишение прав. Ну, там только садись. Прикольно. Он же ничего не нарушил, кроме этого. Нет, ну по-моему, давай я пересмотрю запись, секунду. Ну да. Он повернул не с поворота, он через две сплошные выехал навстречку и повернул потом налево. Смотри, он вот здесь проехал и вот отсюда вот так поехал и сюда налево повернул. Это же... Это выезд. А, нет, это езда. Так это езда. Я, короче, злой. Я просто вижу, что это у пегешника, у меня теперь на них аллергия и я буду их наказывать по полной. То есть никаких поблажек, ничего. После всего, что они сделали, не будет. Смотрите, вы проехали по встречной полосе движения. Вы не заехали, не поворачивали. Ну да, так мы вас начали прижать, потому что у нас за вами погоня. Не надо было уходить от погони, и тогда бы вас никто не дать. Установили личность. Все, водительское удостоверение у него аннулировано. Я пересмотрел запись, он выехал навстречку и проехал вот тут вот через... То есть он не поехал, не буквой Г завернул сюда, а вот, 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 где дом начинается. Вот оттуда уже ехал по встречке и повернул сюда, вот. Но если бы это был не погоняшник, я бы, может быть, даже закрыл на это глаза, но сейчас... Я решил и выписал штраф. Отлично. Так, ну все, товарищ ГУДшник, дальше он ваш, мы поехали. Всего доброго. Там, ты куда поехал, алло? Ты что, угораешь? Ты же поехал на тачке... А что, нельзя? Ты поехал на машине без номеров с правитыми колесами. Мы же тебя сейчас за это же привлечем. Молодец он, конечно. Тогда 5 и 4, Коап, выпишем. И номеров еще нет. Я по аварии. А, о. Ну это ты зря задавил меня. Выходим из автомобиля 1. Выходим из автомобиля 2. Да ебай, да, в смысле? Да ты меня задавил. Из авто выходил. Ты зря вышел. Ой, точнее, зря вернулся обратно. Было ехать. Все, надо. Погоди, 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 погоди. Сейчас я заставлю. Раз. Ну ты уже должен был выйти 25 раз. Ты стоишь. Я держу ствол, я держу. Короче, он меня задавил. Ему уже не надо было останавливаться. Он меня задавил. Он меня задавил и остановился. На будущее. Ты если давишь, уже лучше не останавливайся. Тут от 3 до 6 лет. Да нет. Я ему... Давай, этот... За нападение не будем. Он все-таки остановился. А за этот... Как его? За все остальное выпишем. Ну давайте отойдем. Ну давайте, пожалуйста, без этих там... Давайте я решу. Такая смешная ситуация получилась. Как предлагаете? Не понял. Что значит как предлагаете? Надо штрафы выписать и ехать дальше. Никаких. Что там дальше? О, номерные знаки. Давайте я вам оплачу за тренировочку там. Так вы это и планируем сделать? Икс 2, икс 2, икс 2, икс 2. Нет. Штраф я выписал, оплатите его в ближайшее время. Ну хорошо, все, всего доброго. Всего пути. Да-да. Короче, пареньку очень повезло, что... Я добренький. И иначе бы мы его сейчас еще посадили на очень много времени. А могли на 6 лет закрыть? Ну да. Да не, ну че, жалко его. Он неплохой. Он неплохой, он дурной. Он сбил и зачем-то остановился. Ну дурная, не оскорбление, это просто как фраза, поэтому чуваки, если смотришь, то не обижайся. Вот. Ну ладно. Мы ждем следующего нарушителя. Я его уже нашел, вот он летит. Вот она, Эмника. Пролетела под 300, мы сейчас пока разгонимся, он уже скорее всего Невский проезжает. Требуется помощь в поимке... О. Опа. БМВ 760, это Ли. Угу. Едем возле банка мирного. Оу. Вы двинулись, в какую сторону двигаетесь? О, подкрепление, это прикольно, такого еще не было у меня. Это фраг, ой, войс. Короче, в рацию просят. Подкрепление, прикольненько. Мы заезжаем в мирный со стороны тандема, вы в какую сторону двигаетесь? Эм, не знаю, в нашу гель Папа. Какого цвета машина была? А, с черного. Черная БХ-7, да? 760 Ли. Ну, 7-ка. Так, черная БХ-7. По последней... Вот, 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 вот это сейчас РП начинается. То есть, была погоня за человеком. Они его потеряли. Мы сейчас патрулируем город, пытаемся его найти. У нас есть, то есть, как бы ориентировка, что это БХ-7. Наша задача его найти. Где в последний раз видели преступника? Возле... Северного моста. А, так это мы, походу, за ним еще съедем, да? Слушайте, ну, я думаю, он уже вряд ли где-то в мирном находится. Но, если найдем, то будет у нас причина его остановить. Ориентировка имеется. Черная БХ-7. То есть, по ориентировке может какого-то останавливать. Узнавать. Но сейчас, правда, уже в этом особого смысла нет. Потому что мы ХЗ, кто водитель. Может, один был водитель, потом другой. То есть, если бы мы сейчас его нашли, то одно дело. А сейчас, потом уже совсем другое. Ну, ладно, не страшно, что. Вообще, пофиг. Сейчас найдем какого-нибудь другого для погони. Че, второй раз? Да не, а, ну, выезд навстречу давай. 9.2. Что-то он топит, смотри. Он, походу, хочет от нас выйти. Погоня? Для вас это будет плачевно. Мы же вас прав лишим. Вам оно надо? Ну, может, не такой. Смешно. Без глупостей. Да, да, черное БМВ. Ну, он сделал свой выбор. Так. Сороковая секунда, второй пред. Опа. Выйдет третий пред и расстрел. Нет, нет, не расстрел же, подрезы. Нет, почему, если за город выйдет, три преда. А, за город, да, за город, да. Если бы было, то мордный расстрел. Так, сейчас еще надо пред кинуть, там, переречь здесь. Ух ты. Спасибо. Обожаю рассинхроны провинциальные. И желтый дым сразу. О, ну как это? Ай, блядь. Ну, теперь как мне его ловить? Ну, это бред просто. Ну, один рассинхрон, и все, и нет машины. О. Погоня. Вот он желтый двигатель. Надо подчиниться и поехать помочь. Причина чего? Причина остановки у вас тонировка подозрения у нас на вашу тонировку неправильную. Я логично изъясняю? Так что предоставьте, пожалуйста, водительское удостоверение. В случае отказа мы будем вынуждены вас задержать. Ага, понял. Да, это было очевидно. Он с самого начала у нас провелся. Сядь быстрее. Слушайте, может реально помощь запросить по фраквойсу? Ебамо, кулатулит. Нормально, у него там все и джипы, поход, стоят. Так, ну, у него шансов не должно быть. Абсолютно. Зиру должно быть шансов от нас уйти. Если я сейчас нигде лажать не буду и нигде мне по пингу не разложат, то поймать мы его должны. Второй пред. Точнее, это уже, да, это второй пред. Еще один. Сможем подрезать. Вот он. Опа, подрезан паренька. Там прям касание было слышно, но он скорее всего по пингу. Блин, какое оно... Слушайте, меня так раздражает. Полицейские машины такие медленные. Вообще. Посмотрите, как он от меня уходит. Просто в точку. Просто в точку. Охренеть. Ну, я с карта еду. Охренеть. Ты видел, куда он улетел? Что? Нет. Ты не видел? Он на базу к этим улетел только что? Ничего себе. А он, походу, вместо ДТП ушел там дальнобойщик. Не, он не ушел. Он попал в ДТП и улетел. Нормально летать? Я видел, как ты улетел. В смысле, после ДТП. Вот это твой полет. Давай, давай, вперед, проезжай. Не хочешь, да? Ну, ладно. Мое дело предупредить. Но у него уже дым. Подрезать уже имеем право. Да, да, да. Так что шансов у него уже немного. И теперь он не такой быстрый. Хотя, блин, я его все равно догнать не могу. У него там черный дым уже. Посмотрите, его еле как догоняют. Главное по пингу не разложится. Главное по пингу не разложится. Остальное все херня. Оп. Удержал. Хорошо. Это просто это лотерея, в которой я всегда проигрываю. Вот эти вот пинги. Кстати, он с места ДТП ушел, он знает. А, подожди. Так он же с места ДТП ушел. Он же в фуру врезался. Вовремя, ты вспомнили. Теперь мы имеем право его расстреливать. Ага, я понял. Срезик. Срезик еще один. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Да ну-о-о, ну что за бред? Ну почему? Ему вообще все равно. Да бред какой-то. Ой, он разложился. Э, домой. Да, там еще множество нарушений ПДД. Так что там. На лишение я точно наработал. Букет можно собрать, так. Но опасное вождение было? Да было, конечно. Смотрите, там он улетел в небо от стратосферы, блядь, спутник. Сбивали его всем составом. Сразу лишение прав, и мы поехали. Ну давайте только по одной статье, 17.2. Ну давайте только по одной, я не против. Водитель, скорее, у человека аннулировали. Ну и в принципе, ребята, на сегодня будни ДПС подходят к концу. Наверное, насажать мы его не будем. Штраф выписал. Штраф выписал, да. Я решил водитель сходу поверения на 2 года. Ну все тогда. Всего доброго, товарищи. Сейчас, наверное, постараюсь записать сразу вторую часть. Уже что-нибудь придумаю там. Ну, короче, смотрите это в следующем ролике, что там будет. Ну а на этом все. Всем вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь. До новых встреч. Пока-пока.